Ну а вот как раз и мы дождались. Павел Трихичев, друзья, на старте. Я напомню, человек из Манчегорска, представитель тоже горнолыжной семьи. Павел Трихичев, который в этом сезоне уже успел отличиться, порадовал нас на славанном этапе в леве. У него 20-й результат. Ну а вот эти скоростные дисциплины и комбинации, это, конечно, начало пути для Павла Трихичева. И, конечно же, в первую очередь желаем ему удачи. О, какую ошибку он здесь совершил. 68, сразу скорость упала. Ну, еще раз, делаем скидку. Первый раз он на этом скоростном спуске стартует. Конечно, непросто ему, непросто очень приходится. 146 км в час показывает Трихичев. Ну, вот видите, не хуже же всех. Может ходить. Надеюсь, что с физподготовкой нормально, потому что нижняя часть трассы очень требовательная здесь в Венгене. И даже при укороченном варианте, который мы сегодня имеем, усталость вот здесь уже, конечно, накапливается прилично. Стоять, как говорят тренеры. Ну, молодец, Павел. Достойно добирается до финиша, а вот не попадает в тридцатку. Вот это самая главная беда, друзья. Потому что, видите, тридцать третий, значит, он и стартовать будет тридцать третьим в Слаломе. И это, конечно, очень убивает его шансы на высокое место. А вот если был тридцатым, то пошел бы под первым номером в Слаломе по чистой трассе, и это большой шанс. Вот как раз вот этот нюанс в комбинации, причем и в Китцбюэле, и здесь на трассе Лаубер-Хорн-Венгене очень важен этот нюанс. Я вот как раз переживал, что двадцать девятое, двадцать восьмое, тридцатое место было бы идеально. Но, к сожалению, тридцать третье, и шансы становятся. На очки-то шансы есть. Сами понимаете, на очки Кубка мира, но не более того. Вот.